Ты должен немножечко раздражать. Блин, оно вот так работает. Все у тебя налажено, работает. Мне некогда, я живу. Вот вы, Вероника, все говорите, а я вот не согласна. Хватит продавать говно. Ты послышишь, это не прикольно. Она вот купилась за бабки, а бассадор денег это вот я. Вероника, ты вообще такая. Зачем я ее взяла? Надо было что-нибудь по маркетингу. Ребята, всем привет. Это проект Selfmade. И сегодня у меня в гостях Вероника Кромбергер. Маркетолог, основатель Art Business School. Школа бизнеса для творческих людей. Это было очень честное, искреннее и глубокое интервью. В течение него, скажу честно, я прокатилась на эмоциональных качелях. Были моменты взлетов, переживаний, слез, вдохновения. Мы поговорили о ее пути из фотографии в маркетинг. О том, как ворваться в рынок инфобизнеса и стать там лидером. О том, какие качества нужны человеку для того, чтобы добиваться результата. О том, как вести блог, снимая маски и не бояться быть честным. О том, как пережить развод, кризис материнства, поверить в себя и не бояться быть собой. Обо всем этом смотрите прямо сейчас на интервью. Я кайфую. Вероник, у тебя написано в шапке профиля. Сначала я буду тебя бесить, потом ты скупишь тут все. Почему так? Сначала почему будешь бесить? Я, будучи маркетологом, понимаю, что для того, чтобы, особенно в нашем пространстве сейчас, когда очень много информации у людей, для того, чтобы зацепить внимание аудитории, неважно, блогер ты, который хочет просто внимания, или бренд ты, который хочет продаж, твоя задача вызвать реакцию у людей. Если ты реакции никакой не вызываешь, то ты вряд ли будешь заметным. Поэтому любая реакция – это всегда один и тот же принцип. Ты должен немножечко раздражать. То есть ты должен триггерить человека и какую-то вызывать реакцию. Потому что, по сути, любая реакция – это раздражение тебя из состояния спокойствия, из состояния обращения внимания на объект раздражения. Ну вот, я такой объект, который раздражает, тем самым обращает на себя внимание. И сначала я людей бешу, а потом они меня очень любят. А как ты думаешь, почему ты людей бесишь? И тебе не страшно их бесить? Я целенаправленно это делаю. Я же целенаправленно их раздражаю. Чем? Я говорю правду. Людям это не нравится. И очень частый мой диалог с каким-нибудь моим клиентом или студентом начинается с того, что он приходит, высказывает свой запрос, например, или свою точку зрения на что-то. Я с ней аргументированно не соглашаюсь. Он раздражается. Мы вступаем в диалог. Он может быть очень эмоциональным. И это мой метод, наверное, общения с людьми в том числе. Я реально так же считаю, что это правда. То, что тебя очень выделяет на рынке, и то, что реально умеет цеплять, и мне все хочется еще докопаться. А как же не бояться цеплять и раздражать? И можешь ли ты сказать, что в принципе этот совет всем, что нужно уметь... В слове цеплять мы имеем в виду иногда и бесить. Да, всегда бесить. Цеплять – это всегда бесить. Потому что бренд, который цепляет, он на самом деле раздражает. Ну, всегда. То есть ты смотришь на, не знаю, рекламный кампейн Гуччи этого года, и он тебя бесит. Типа, что вы о себе возомнили там в своих Гуччах? Он тебя бесит. И тем самым он прекрасен. На самом деле все, что ценно для нас, Есенин людей раздражал. Любой классик, которого мы сейчас... Джаз людей раздражал чудовищно просто. Умение раздражать – это самый ценный навык, если ты еще можешь это монетизировать, то это ключ к несмертным богатствам. Джобс людей раздражал. Все великие люди, которых мы сейчас... Илон Маск, не знаю. Они все раздражают нас. Но мы их покупаем. Это точно. И это как раз про то, что где же найти в себе смелость? Если ты хочешь... Ну, для меня это как заявить о себе. Я хочу заявить о себе. Как мне перестать бояться, что я кому-то не понравлюсь? Ну, это моя вот. Я такая... Я тебе больше скажу, ты не нравишься людям. Спасибо, Вероника. Пока. Ты не нравишься людям, это прекрасно. Ну, то есть они считают тебя там слишком, не знаю, заносчивой, слишком самоуверенной, слишком. Вот ты сама мне до интервью рассказывала, что там подшутить над тобой, что ты... Не много ли о себе возомнила, девочка? Тут у тебя целые вот продюсеры сидят какие-то, у тебя на канале всего там... Две-три тысячи. Да, да. Ты этим раздражаешь. И это прекрасно. Мне кажется, что человек, который все время живет вот в установке, нравится как можно большему количеству людей, он в ловушке, причем он сам себя в эту ловушку загнал. То есть он сам постоянно находится в состоянии невозможности достичь той цели, которую он себе поставил. Потому что если ты ставишь себе цель «я хочу нравиться всем», то эта цель априори недостижима. Какую цель себе нужно тогда поставить? Ту, которая тебя будет зажигать, ту, которая тебя будет вдохновлять, тот, который ты не можешь спать, потому что тебе хочется скорее проснуться и вот там что-то сделать для достижения этой цели. У тебя было всегда это легко, что, да, я выхожу и вот говорю вот правду, сейчас-то-то. Или это было какой-то тоже период у меня? У меня демонстративный тип личности. Демонстративный тип личности – это люди, которые не могут жить без внимания. То есть для меня супер важно выходить на сцену или выходить там куда-то, на какую-то трибуну. Ну да, и люди, человек признанием можно назвать его, там разные типологии по-разному называют, такой тип личностей. Но как бы человек, у которого нет такого врожденной потребности, он не заводит канал на YouTube, он не становится блогером, он не ведет подкасты, не знаю. То есть это то, что есть в тебе, и ты с этим родился. А есть другие скиллы, которые тебе нужно прокачать для того, чтобы тебе органично существовать в том, в чем ты хочешь существовать. Потому что ты создаешь себе среду. Когда ты выходишь на сцену, онлайн-сцену, здесь вот мы, по сути, тоже на сцене находимся, ты всегда создаешь себе среду. Как я себя буду ощущать в момент, когда на меня будет направлена камера, когда на меня будет направлено тысячи глаз, когда на меня будет направлен микрофон. Как я буду себя чувствовать? И это то, что создаешь ты сам. Ты создаешь пространство, в котором ты будешь органично существовать, потому что тебе нравится, когда на тебя обращено внимание. И для того, чтобы это пространство для себя создать, тебе нужно прокачать ряд скиллов. Ну, например, ораторское искусство. И у меня были проблемы с ораторским искусством, потому что это ораторка. Я говорю супербыстро. И я могу... Это уже произошло в нашем с тобой коротком диалоге. Я могу недоговорить слово и начать говорить следующее предложение. Я дислексик, у дислексиков так всегда. И, конечно, мне нужно было пойти и поучиться. Ставить паузы, распределять правильные интонационные акценты. Это просто скилл, который ты идешь и тренируешь. Абсолютно то же самое – это уверенность в себе. То, как ты воспринимаешь критику или внештатную ситуацию, или форс-мажор какой-то, когда во время твоего выступления вырубилась презентация или что-то пошло не так, это все прокачивается тоже при помощи работы с самооценкой. То есть ты просто идешь к психологу, который специализируется на работе с самооценкой, и говоришь ему «Здравствуйте, доктор, я бы хотела стать увереннее в себе». Он задает тебе какие-то вопросы, ты на них отвечаешь, и вот вы находитесь вот в этой работе. И я тоже через это прошла. Потому что у меня тоже были моменты, когда я чувствую эйфорию и прилив сил, и эмоций, и энергетический поток, когда я с аудиторией на одной волне и в кайфе, но как только я выхожу на аудиторию, которую я, например, не знаю, или если вдруг в первом ряду находится вот этот вот человек, который сидит в такой позе и говорит «Давай, детка, докажи мне, что ты хороша», я сразу теряюсь. Я такая типа «Блин, блин, что мне делать? Я не знаю, что мне делать». И это тоже навык. Ну, то есть тебе, будучи там спикером или ведущей, или там актрисой, не знаю, или блогером, нужно научиться на это правильно реагировать. И это ментальная работа, которую нужно сделать. Но ты упомянула, что вот такой тип личности демонстративной, у него, в принципе, уже есть это желание, есть какая-то предпосылка. А если ребята, и ты знаешь, их миллион, которые горят своим делом, они очень круто выполняют свою работу, вот как раз у тебя весь канал о бизнесе для творческих людей. Творческие люди очень разные, есть открытые, там, закрытые. И что делать тем, которые… Нет, я хочу вот здесь вот тихонечко делать свое дело, но я не хочу о нем говорить ни с кем и говорить о нем. У них нет вот этого желания даже быть на сцене, наоборот. Знаешь, страх панический, кто меня смотрит, зачем меня смотрят, что делать им? Перестать продавать. Ну, если ты понимаешь, что я занимаюсь вот этим делом, живописью, не знаю, макрамуэплету, фотографирую. Ради процесса, и только лишь ради процесса, меня не интересуют деньги вообще, меня интересует процесс. Потому что я, например, через эту механическую медитацию терапевтирую свои детские травмы. Окей, тогда для тебя нецелесообразно и даже, может быть, опасно выводить это в состояние бизнеса. Потому что ты, ну, возьмем, для примера, там, маму в декрете, которая тяжело переживает, там, бэби-блюз, и тяжело переживает все свои постродовые, там, депрессии. Ребенок у нее не спит, муж у нее в командировке, и вот она там с двумя погодками сидит дома. И вот она начала печь эти тортики. Но она печет тортики не для денег. Она печет их, потому что ей нужно терапевтироваться обо что-то. Она вот об это дело, оно ее там успокаивает, допустим, в процессе, там, этой механической медитации. И вот она обретает душевное какое-то спокойствие. И надо превращать это в бизнес. Потому что бизнес – это всегда стресс. Это всегда риск. Это всегда, ну, то есть хороший предприниматель живет по принципу, что еще я могу сделать, чтобы продвинуть свой бизнес вперед. Он не может находиться в состоянии, не трогайте меня, я не хочу ничего продавать, я хочу просто сидеть и печь свои тортики, чтобы меня никто не трогал. Это априори невозможно. Я могу заблуждаться, но я большой противник того, чтобы любое творческое хобби превращать в бизнес. Творческое хобби может приносить тебе деньги. И, кстати, даже неплохие. Но я всегда разделяю монетизацию хобби и бизнес. Это разные вещи. Потому что в бизнесе нет ремесленничества. В бизнесе предприниматель руководит процессами. Он руководит бизнес процессами, мыслит стратегически, выводит свою компанию на новый уровень, каждый там новый квартал. Это его задача. В монетизированном хобби ты занимаешься ремесленничеством. Ты печешь торт, ты вяжешь, ты шьешь, ты фотографируешь. Ты занимаешься ремеслом, которое зачем-то тебе нужно. Вот твоей конкретной личности оно зачем-то нужно. Ты самовыражаешься через прекрасное. Ты медитируешь, ты ощущаешь свою потребность и нужность людям. Все что угодно. Но не мешайте это с деньгами. Ну а если они хотят денег? То есть я хочу вязать, но при этом я время у семьи забираю. Ну как у многих коллег наших. Есть ли какие-то рецепты? Ну это такой вопрос, знаешь, из серии типа «Доктор, я вот не хочу дышать, но хочу жить». Вот подскажите мне, как без кислорода жить? Ну никак. Мне нравится, что ты об этом так говоришь. Жизнь так устроена, что бизнес – это не хихонький и не хахонький. Это как правило игры? Да, это правило игры. И ты играешь по нему или нет? Да. Бизнес может быть творческим. Может быть. И он может быть с большими миллионными оборотами и быть творческим. Но хобби, которое мы монетизируем, все-таки это определенные финансовые потоки. То есть пока вы находитесь в обороте годовом до 10-12 миллионов, это не бизнес. Государство вас определяет ниже, чем малый бизнес. То есть если у вас оборот меньше 12 миллионов по накладным, то у вас нет бизнеса. То есть вы там… Рекомендуется быть самозанятым. А самозанятые – это что? Ну это монетизация какого-то ремесла. Поэтому все-таки если мы говорим про бизнес, то мы говорим про деньги. Если мы говорим про монетизацию хобби, то мы говорим про денежки. Это разные вещи. И разный уровень ответственности. И разный уровень риска. Большинство людей, которые говорят, что у них творческий бизнес, на самом деле монетизируют хобби. Это неплохо. Это прекрасно. Просто им не надо суваться в бизнес. У тебя был такой период, что это было про денежки и про творческий бизнес? И когда ты перешла на бизнес? В чем был этот переход? Что ты сделала для этого? Это классный вопрос. Когда я начала заниматься фотографией, я была фотографом 10 лет, я свято верила. Вот когда я стала зарабатывать 200 тысяч в месяц. На свадьбе? На свадьбе. На свадьбе, на съемке, да. Я свято верила, что это бизнес. Ну, сейчас, конечно, смешно. Потому что бизнес – это бизнес-процессы. Когда я снимала свадьбы, у меня был ассистент всего лишь один, там не было никаких бизнес-процессов. Бизнес-процессы – это что? Для тех, кто вот так же, как и многие… Ну, банально. Управленческий учет. Вот нормальный предприниматель ведет управленческий учет. Естественно, я даже, будучи там фотографом типа суперуспешным, я даже понятия такого не слышала. Управленческий учет – что это вообще? Мне никто об этом не рассказывал. То есть я просто… Сколько заработала, столько заработала. Стратегия развития, она должна быть у компании. Компания куда-то должна идти. Ну, вот у меня не было никакой стратегии развития. Типа я хотела снимать в Европе. Вот моя стратегия развития. В одно предложение укладывается, знаешь. И, ну, конечно, это все очень важные, нужные периоды. Они супер нужны для становления моей личности. Они супер важны для становления меня как будущего предпринимателя. Потому что ты там все равно внутри этих процессов учишься. В какой-то момент ты понимаешь, что, блин, бизнес – это про другое. У меня этот момент настал в 2014 году, когда мы вложили деньги в бренд Nude вместе с моей подругой Юлианой. Мы решили… Она свадебный дизайнер, я свадебный фотограф, и мы решили вот так здорово объединиться. Я вот типа буду заниматься развитием. Не знаю даже, что это такое. А она вот будет заниматься производством. Такой был план. Производством чего? Нижнего белья. Ну и все, мы вложились, прогорели. И это очень хороший, ценный урок. И, знаешь, есть вот этот момент, когда, например, ну, например, стилисты хотят открыть свой бренд одежды или там свой магазин одежды. И они думают, что их жизнь по-прежнему будет крутиться вокруг стиля, красоты, эстетики и моды. И потом они с ужасом обнаруживают, что их жизнь крутится вокруг Google таблиц. Потому что надо дебет с кребетом свести и управленческий учет вести, и налоги платить. Увольнять людей и быть неудобным руководителем, который принимает непопулярные решения во спасение собственного бизнеса. Вот это бизнес. И, конечно, ну, это очень романтизированная сфера, особенно для девушек, когда мы думаем, что я сейчас открою кофейню, или я сейчас открою цветочный магазин и буду как фея собирать там букеты. Но это не так. Это такой один из самых больших обманов. Это точно. Да. И я оборклась об этом вот в 2014 году. Начала пересматривать. Мы закрылись. Я начала, я переехала в Питер, и я начала пересматривать это все через призму свадебной фотографии. Я начала смотреть на свадебную фотографию как на бизнес. И очень много учиться. Маркетингу в первую очередь. Меня интересовал маркетинг. И главным уроком в бренде Нижнего Белья было то, что я вдруг обнаружила, что суперважно прогнозировать продажи. И что, оказывается, этим можно управлять. А у меня не получается. И я не могу это сделать. И я пошла этому учиться. Ну, и маркетинг помогает тебе делать продажи более управляемыми. Я влюбилась в маркетинг. Я стала ездить в Москву на конференции, онлайн слушать. Игорь Ман мой, верная путеводная звезда тогда был. И для меня это было очень интересным годом. 14-15 год. Когда я поняла всю ценность маркетинга. Зачем вообще он нужен? Маркетинг – это то, что позволит тебе зарабатывать деньги предсказуемо. То есть без маркетинга ты можешь зарабатывать, но ты не можешь это предсказать. Ты не можешь прогнозировать ничего. Сколько ты заработаешь в следующем месяце? Да я не знаю. Сколько купят, столько купят. Когда ты пользуешься картой, вот навигатор тебе строит маршрут, он тебе рисует карту сверху. Ты сверху видишь, вот из этого дома я пойду, и вот сюда я приду. И когда ты понимаешь принцип, как работает маркетинг, то ты как будто бы поднимаешься над своим бизнесом вот так сверху, и у тебя есть карта. И ты видишь, я хочу вот этого финансового результата, или я хочу вот такого по качеству клиента, потому что это же тоже проблема, да, еще качество клиента, который к тебе приходит. И я знаю, что мне для этого нужно сделать. Я знаю, как мне идти, куда, с какой скоростью, что мне делать. И ты больше не в заложниках аудитории своей, ты больше не в заложниках у своих клиентов. Ты больше можешь, ты можешь этим управлять, в том смысле, что ты можешь сказать, извините, но вы мне не подходите, я не хочу с вами работать. И не бояться, что он уйдет, и на место него не придет никто другой. Тебе не страшно, потому что ты можешь на это влиять. В этом сила маркетинга. И у тебя получилось так, что ты, верно ли я понимаю, что ты изучала маркетинг для себя, как бы для своего бизнеса, но в итоге ты сама стала маркетологом. Да, это случайность. И вот тут, внимание, вопрос. А если я, пока даже, может быть, еще про денюжки, то есть изучаю, нужно ли владельцу бизнеса или начинающему бизнесмену изучать маркетинг или нанять человека, потому что, получается, ты так глубоко погружена, а это отдельная работа вообще-то. И как здесь быть? Предприниматель должен иметь маркетинговое мышление, но не должен руками делать маркетинг. Он должен уметь оценивать эффективность работы маркетолога. Например, маркетолог как работает? Он приносит какие-то гипотезы и говорит, вот гипотеза такая, запускаем в тест, смотрим на результат, если ок, то пускаем в работу. Соответственно, предприниматель берет на себя ответственность, дать денег на запуск этой гипотезы или нет. То есть вот пришел к тебе там твой аккаунт-менеджер, который тебя ведет в Инстаграм и говорит, слушай, тут есть один хороший блогер, давай у нее купим рекламу, и она порекламирует твой YouTube-канал. Она очень классная, все супер, вообще я статистику посмотрел, прямо класс. Это, говорит маркетолог, и это его гипотеза. То есть он к тебе приходит, по сути, говорит, я предполагаю, что от этого блогера будет хороший выклад. И твоя ответственность как предпринимателя, дать на это денег или нет, это твоя ответственность. И вот чтобы эту ответственность брать, и честно для себя брать, не заниматься самообманом, да, честно для себя брать, нужно обладать определенными знаниями и скиллами, как отличить хорошую гипотезу маркетолога от плохой, на какую гипотезу ты дашь денег, а на какую нет. Это очень важно. И это всегда про ответственность. Творческий специалист или уже бизнесмен или инфобизнесмен на пике своей карьеры, возможно, зарабатывает деньги, вот эти запуски, доход, все, все круто. Инстаграм, меня это, кстати, пугает, он не вечен. Как ты готовишься к будущему, к пенсии, старости? И думаешь ли ты о том, как эти деньги сохранять, умножать? Как ты к этому подходишь? У меня 11 счетов. Не, мне кажется, я все ожидала. Это реально прям? Да. Я вообще не всегда такой была. У меня есть проводник в этот мир, Настя Веселко, мой финансовый наставник, и она показала мне мир человека, у которого нет страха перед будущим. За будущим. Да, да. И для меня это довольно болезненно. Тем деньги были очень болезненно тем много лет, потому что я такая типа из такой семьи, где мы жили в одной квартире, четыре человека, в двушке, я, бабушка, папа, мама. Вот это все. Ремонта нет, трубы текут, тараканы бегают. Вообще вот эта вся история с откладыванием денег, инвестициями и всем остальным началась в апреле, когда была пандемия. То есть я в этой теме год. Год. Да, да. И за это время я уже успела скопить довольно приличные суммы, купить недвижимость в качестве инвестиций, неплохую квартиру в качестве инвестиций. И в целом развиваюсь в этом направлении. Я не скажу, что я много своего внимания туда инвестирую, но если суммарно брать от 100% моего свободного внимания, которое уходит на мое развитие, ну, процентов 5 я трачу на то, чтобы заниматься своими финансами в качестве инвестиций. Но отдельно еще, да, есть бухгалтерия, есть отдельно все, что связано с управленческим учетом и деньгами внутри бизнеса. Я четко разделяю эти вещи. Ну, то есть деньги внутри бизнеса и деньги мои личные, это разные деньги. Ну, и здесь тебе помог, вот как если какой-то резюме или совет, тебе помог проводник в этом деле, наставник. То есть сама ты не стала обучаться, разбираться? Слушай, я не в том уже возрасте и не в том социальном положении, чтобы разбираться в чем-то самой в группе. Ну, типа, я не учусь сейчас ни в каких групповых там курсах. Если мне нужен результат, я ищу проводника. Я прихожу к человеку, например, к Насте, говорю, Настя, мне нужна помощь. Для меня это экономия моего ресурса, наибольший, наибыстрый способ достижения цели и, ну, как бы, больший комфорт. Ну, конечно, так было не всегда. Ну, вот круто, да. Ну, в целом один из счетов и вот такой подход меня сейчас, конечно, так немножко размазал. Мне кажется, просто завтра же буду звонить хоть кому-то и потому что на эту тему пока никаких моментов нет. Буду думать. Это очень интересно. Я боялась финансов очень долго. Деньги-всегда — это ответственность. И очень часто люди, которые мало зарабатывают и хотят зарабатывать много, они не понимают главной проблемы своей, не понимают того, что деньги — это ответственность. А ответственность — это всегда рост. То есть мы очень часто боимся ответственности, не понимая, что только там лежит твой рост. Если ты ответственность на себя не берешь, роста нет. Все, это только так устроено. Ну, задача, да, если хочется разобраться с финансами, задача — перестать бояться денег, перестать бояться ответственности, которая наступает в момент, когда к тебе приходят деньги, и видеть в этом рост. Я главный фанат, амбассадор денег — это вот я. Можно мы так называем интервью? Вероника Громбергер, амбассадор денег! Я очень их люблю, я очень их уважаю, я очень уважаю людей, которые дают мне деньги, но деньги — не цель моей жизни. Деньги — это возможности, это то, что делает мою жизнь комфортной, приятной, и мою прогулку приятной по этой жизни. Потому что мы, ну как бы, все же куда-то идем в этой жизни. Вот можно идти с комфортом в бизнес-классе, это дает тебе деньги. А все остальное — это просто удовольствие. Но деньги надо очень любить, в хорошем смысле слова. Мы очень часто во фразу «любить деньги» зашиваем какую-то алчность, знаешь, какую-то проституцию, сущность какую-то, типа «она вот купилась за бабки». Вот где-то в этой плоскости, если мы находимся, то нам тяжело полюбить деньги, потому что они у нас, типа, равно плохо. То есть деньги — просто инструмент. Да. Они наделены качеством хорошего. Не надо к ним приматывать какие-то ложные смыслы. Ну не надо. Деньги — это деньги. И ничего больше. Это просто инструмент. Как получилось, что ты совсем решила завязать с фотографией? Было ли страшно, что ты потеряла? Или ты понимала, что в новой профессии больше перспектив? Почему ты приняла такое решение? Это интересная, на самом деле, история. Я ее очень люблю, потому что она настолько отражает мой характер. Я, с одной стороны, типа, суперизнеженная какая-то вся там трепетная девушка, а с другой стороны, типа, да вы что, совсем охренели-то все? Я что, в инстаграме, прости, но чуть больше второй стороны. Мне так кажется. Ну, типа, да, да, да. И мое решение уйти из фотографии, оно было волевым. То есть оно было вот от той Вероники. Я ее называю «Вероника в пиджаке», которая вот, типа, по волевым идет. И я занималась 10 лет фотографией. Это не было делом моей жизни. Я занималась фотографией, потому что у меня была травма относительно моей недолюбленности своего отца. И мое единственное теплое воспоминание, связанное с отцом, это то, как мы с ним проявляем в кладовке пленки красным светом. Вот это вот все. Это единственное воспоминание с детства, когда я провожу с папой совместное время. Поэтому мне очень понятно теперь, что, конечно, когда я выбирала фотографию, я этого не анализировала, но теперь мне очень понятно, что я, ну, как бы, сделала это из-за своей детской травмы. Я завязалась фотографией ровно через 10 лет, то есть ровно в тот год, когда я закончила свою терапию, связанную с отцом. Просто отпала надобность. Это внутренний процесс. Но есть еще внешняя история. Как я это вообще поняла? Потому что я всегда стремилась к эстетичным свадьбам. Я с 14-го года начала снимать в Европе. Последние, там, три года своей карьеры я снимала в Италии и Черногории, я уже не снимала в России вообще. И для меня это всегда было очень важно. Роскошные виллы Накома, Тоскана, там, флорфранцузские шато. Вот для меня это было очень важно снимать вот такие свадьбы. Так получилось, что на одной из таких свадеб среди гостей были ребята из Шотландии. Она из Беларуси, он из Шотландии, которые пригласили меня снять их свадьбу в Шотландии. И я отправилась в Великобританию, в Шотландию, снимать эту свадьбу. И я впервые в жизни оказалась на свадьбе, которая просто невероятно красива и в то же время невероятно элитарна, потому что это Чопорная Британия, и в то же время просто невероятно душевна. То есть я увидела коктейль из того, что мне казалось невозможным. Потому что в России и для русских людей свадьба либо дорогая и с выпендрежем вот этим напоказ, пафосная, либо она душевная где-то в лесу и с лампочками, либо она колхозная там какая-то. Ну, конечно, такое разделение жесткое, я не совсем соглашусь. За 10 лет, да, там как бы вот по верхам, если то, примерно так. И тут я вдруг обнаружила, что можно, могут быть такие свадьбы, Ты согласна, что могут быть, да. На которых все очень дорого, очень красиво и очень душевно. Я нигде и никогда не видела вот такой теплоты и вот такого просто невероятного единения всех гостей. Я снимала очень много душевных свадеб в России. Я видела очень много трогательных церемоний. Но тут я увидела принципиально новое, то, чего я даже представить себе не могла. Секрет в том, что на свадьбе из 60 гостей было трое русских. И все остальные. Я люблю Россию, я очень люблю русских людей, но я ненавижу, как мы надеваем маски на свадьбах. Я это поняла только там. Я это поняла только там, насколько мы, приходя на свадьбу, врем. И у меня перевернулся мир абсолютно вообще. Я приехала в Черногорию. У меня была еще одна свадьба, потрясающе красивая. Просто, ну, невероятные молодожены. Все очень душевно. Прекрасный ресторан, декор роскошный. А я сидела, и ассистентке говорила, иди поснимай, пожалуйста. Я не могу. Я не могу. И я поняла, что это очень нечестно будет. И у меня была еще одна свадьба в Москве через день. Я слетала на нее, потому что это было август, и невозможно было найти замену уже мне. Но я уже знала тогда, что это конец. Потому что это очень жестоко по отношению к невесте продолжать оставаться свадебным фотографом и ненавидеть свадьбы. Я бы не хотела быть на месте такой невесты, которая выберет фотографа, а он в глубине души будет все это люто ненавидеть. Я знаю таких ребят в нашей сфере. Таких я знаю очень много. Это мне тоже всегда претело, да. Это ужасно. Да. И я просто честно... Ты знаешь, отношение солдат-спит, служба идет. Да, да. И я сняла эту последнюю свадьбу в Москве. И я сразу со свадьбы поехала в аэропорт. Было 4 часа утра. Я сидела в аэропорту, написала пост о том, что я закончила карьеру свадебного фотографа. И мне вообще ничего ни на секунду не екнуло ни разу. И ни разу не екнула. Вот прошло уже 2 года. Но при этом у тебя уже был в твоем мире маркетинг? Конечно. Ты знала, куда уходить? У тебя не так, что ты просто ушла. Я вообще не уходила в никуда ни разу. У меня на тот момент, когда я уходила, 80% дохода давал маркетинг. У меня уже была школа, у меня уже было 2 курса. То есть мне в этом смысле было уходить легко. Финансово я вообще не пострадала никак. Абсолютно. То есть я даже, мне кажется, в плюс вышла в следующем месяце, потому что у меня освободилось внимание. И очень быстро я там проехалась по всей России с мастер-классами. Уже по маркетингу? Да, уже по маркетингу. То есть я последние 4 года карьеры свадебного фотографа уже выступала с мастер-классами. У меня уже была международная конференция в Петербурге. Я была соорганизатором. У нас вот было 3 человека, кто делал большой B2B-форум по свадьбам за границей. То есть я уже четко понимала, что мне нужно будет в любом случае... Я не буду всю жизнь снимать свадьбы. Ну, я это осознавала. Поэтому я много лет готовила себе почву для того, чтобы уйти. Ты сказала, вот упомянула про маски. Почему-то меня это зацепило в том плане, что вернемся к введению инстаграма, к продвижению своего блога. Тут же тоже очень много про маски. Ты пытаешься продать, пытаешься выставить, ну, так или иначе, в хорошем свете, свои услуги. Здесь тоже есть у тебя какое-то наблюдение про вот этот момент, когда ты становишься честным? Вот как, мне кажется, и в твоем блоге, да? И вот этот какой-то спусковой крючок к другим объемам и к другим деньгам. Как ты считаешь, как эту честность все-таки маску снять? Это, мне кажется, самая главная задача вот тех предпринимателей, кто сейчас стоят у руля своих рынков, там, рынок, не знаю, фотографии или рынок инвестирования, не знаю, любой рынок, правила на рынке задают лидеры. А потом приходит какой-нибудь смелый, молодой, амбициозный, который говорит, нет, я так играть не буду, я буду играть вот так, и сдвигает с лидерских позиций или не сдвигает, если не хватило решимости, да. Это игра. Абсолютно то же самое происходит сейчас. Сейчас мир диджитала в том числе, блогерский мир в том числе, переживают вот этот вот классный переломный момент. И социальные сети, конечно, очень обнажают людей, потому что, окей, одно дело то, что ты показываешь в своих социальных сетях, а другое дело, что есть люди, которые умеют читать между строк. Стало очень опасно быть ненастоящим. Потому что, когда ты пытаешься очередную маску на себя надеть, все видят, что король голый, ну или почти все, и ты один как дурак не понимаешь, что все уже давно поняли, что ты врешь. И есть огромный пул блогеров, которые последние два года потеряли свою актуальность и свою аудиторию из-за этого. И мне кажется, что вот в том контексте онлайна и развития там диджитала, и развития технологий, в котором мы находимся сейчас, без маски быть куда безопаснее. Согласна. Это очень непростая тема, и для меня, для самой много, конечно, каких-то есть тонких больных вопросов. Я просто уже со временем чувствую, что такой парадокс, что чем ты открыть и говоришь о своих слабостях, тем ты менее уязвим. А чем ты больше пытаешься спрятать это, тем тебе болезнь, как-то ты небезопасно себя чувствуешь. У тебя были когда-то периоды, когда ты чувствовала, что есть какая-то сфера, которую ты скрываешь? Ну скажем так, всегда ли ты была вот такой действительно откровенной, честной, или был период? Я первый раз пришла в терапию, когда мне было 23 года. Я хотела покончить с собой от неразделенной любви, от того, что от меня ушел абьюзер. Мне помогла мама, она не знала, как себя вести со мной. Она работала тогда в детском образовательном центре, и у них там принимал детский психолог Светлана. И она к ней пошла и говорит, типа, помогите, я не знаю, просто, что вот, как мне, как мне быть вообще. И как-то она меня туда, короче, затащила, и вот я туда пошла, и мне это помогло. Вот. И потом были периоды, то есть я, то есть сейчас мне 20, тогда мне было 23, сейчас мне 33, то есть 10 лет. Но я не 10 лет в терапии, то есть это всегда какие-то, какими-то периодами. Сейчас я в терапии, в интенсивной, уже полтора года. Это связано с разводом. И тогда, возвращаясь к теме лжи, я вдруг обнаружила, что в терапии, что ложь – это на самом деле маска. Ну, то есть ты всегда врешь, когда ты не хочешь говорить правду о себе, когда ты не хочешь говорить, какой ты на самом деле человек. И нет никакой лыжи во спасение или, там, типа, для красного словца. Ложь абсолютно всегда одинаковая. Ты всегда врешь, потому что ты не хочешь говорить, кто ты. Вот я могу тебе даже напрямую задать вопрос, как подписчик в том числе. В какие-то моменты такая жесткая правда, она может ранить в том числе. Скажем так, вот эта тенденция публичного распятия, чего-то, мнения в комментариях, она у меня вызывает очень смешанные чувства. Понятно, по вонятным причинам. За этим, да, раздражение, да, вернемся к вот этому самому раздражению. За этим невероятно интересно наблюдать со стороны, но ты все равно испытываешь, если ты попадешь на это место, я думаю, что из этого тоже можно потом уйти и в терапию в том числе, когда тебя публично при всех тут распяли. Это сложно. Как ты здесь ловишь грань, есть ли она? И это про вопрос тоже, да, говорить правду, говорить то, что я думаю, или фильтровать как-то немножечко, вот как ты говоришь, да, фильтровать. Я фильтрую в одном единственном случае. Если я вижу, что я могу причинить человеку боль, которую он мне вынесет. Как понять, вынесет он или нет? Не каждого человека я готова распять на главной площади. Я делаю это только в двух случаях. В одном случае, если человек меня об этом попросил. В другом случае, если человек нарушил мои границы, я в ответ нарушаю его границы. То есть, если он не был со мной бережным, то я не буду с ним бережным. У моего папы-фермера в огороде висит мертвая ворона. Зачем? Чтобы другие вороны знали. Да, конечно. Если ты публичный человек, то ты должен защищаться. Они затопчут тебя просто. И ты должен защищаться. Потому что в противном случае придет толпа и уничтожит. И ты не сможешь уже, никакая терапия тебя не спасет. Есть масса блогеров, которые перестали вести свои ютуб-каналы и все остальное просто потому, что не выдержали хейта. А хейт никогда не бывает обоснованным. Никогда. Но есть исключения. Иногда люди приходят с таким запросом интересным, агрессивным очень. Типа, вот вы, Вероника, все говорите, что вот, а я вот не согласна. И ты так смотришь на нее и думаешь, я могу тебе помочь буквально за 3-5 сообщений в директ. Разреши мне это сделать. Вот просто разреши мне это сделать. И я могу задать несколько вопросов. И если я вижу, что человек разрешает мне это сделать, то я ей помогу. Потому что иногда человек не может ни в какой другой форме, кроме агрессивной, попросить помощи. Был ли у тебя в жизни какой-то момент, вот ты сказала как раз, что ты задумалась, да, о будущем, об инвестициях. Связано ли это с твоими ответственностями и обязательствами перед дочерью? Конечно. Вообще, в целом, рождение дочери для тебя, это каково это? Прости за такой момент. Я тебя сейчас спрашиваю очень по-женски, потому что я не постесняюсь сказать даже перед зрителями канала, что у меня есть некоторые, я не постесняюсь сказать опасения. Ну, в плане, когда ты вот, все, у тебя налажена работа, бизнес, еще это завязано на мне. Я же пока что, я мои руки, мои деньги, нет команды, которая это делает. Ну, есть страх просто, как я дальше-то смогу? Абсолютно обоснованный. И если его нет, ну, вообще, мне кажется, что женщина, там, бизнес-вумен, которая имеет какое-то дело в своей жизни, если она, задумываясь о ребенке, не боится все это потерять, то у нее что-то не так с головой. Ну, в смысле? Меня так волновало этот вопрос. Ну, в смысле, если она живет в позиции, типа, да ничего страшного, рожу, и все будет как прежде, то она... А при том, что многие люди так и говорят, ой, родишь, и все, и само оно там, как это, ну, ты знаешь, эти все цитаты. Да, 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 да. Ну, типа, это супер-инфантильная позиция. Согласна, на сто процентов. Уровня мышления, там, трехлетки. Ну, нет, конечно, нет, потому что рождение ребенка меняет твою жизнь, точка. Ну, типа, это принципиально новый уровень ответственности. Раньше, до рождения ребенка, ты никогда не был ответственен за жизнь другого человека. А теперь ты ответственен за жизнь другого человека. Ну, как этот факт может ничего не изменить? Ну, в смысле, в твоей жизни теперь есть человек, для которого ты бог и вселенная, и ты ответственен за его жизнь. Естественно, это меняет все. Как сейчас 5 градусов начали, сейчас никогда не решусь. Естественно, это меняет все. Материнство — это кризис. Что такое кризис для человека? Это когда он по-старому не может, а по-новому не знает как. В роддоме с ребенком тебе инструкцию не выдают. Ты просто берешь это из своей головы и идешь по инстинктам. Единственное, что нужно женщине для того, чтобы стать хорошей матерью, это идти по инстинктам. Начиная от беременности и родов и заканчивая там самим непосредственным материнством. Причем всю жизнь. Не только первые три года жизни, а всю жизнь. Как ты можешь слышать свои инстинкты, когда каждый день тебе красным фонарем светят в лицо из Инстаграма статьи про то, как прийти в форму через 10 дней после родов, про то, как быть в декрете и зарабатывать миллионы, ты дестабилизирована. Ты не можешь определить, что в этой жизни важно. А на самом деле важно сохранить жизнь и здоровье своего ребенка. Потому что физиологически ребенок не может выжить, если рядом нет матери. Ни одного дня я не была в декрете. В день, когда я рожала, я работала. На следующий день после того, как я родила, я работала. На следующий день, и на следующий, и на следующий я всегда работала. Это был опыт для меня и обучение меня как матери. Потому что твой ребенок обучает тебя быть матерью. И, к сожалению, твой супруг или отец этого ребенка тоже обучает тебя быть матерью. Даже когда он уходит и говорит тебе, слушай, я вообще не готов к отцовству, и давай я тебе дам денег на аборт. Даже в этот момент он обучает тебя быть матерью. И какие решения ты принимаешь, так ты и обучаешься. Я принимала очень много неправильных решений в материнстве. Очень много. Но я о них не жалею. Потому что только через это я смогла прийти к тому, что ребенок мой имеет для меня ту великую ценность, которую он сейчас имеет. Когда я родила ее, я этого не понимала. Я помню, как меня очень обидела моя подруга, которая на тот момент, когда я была беременна, было двое детей уже. Мы сидели с ней в Черногории, была беременна, болтали. И она говорит, я так тебе завидую. Ты еще сейчас не знаешь, что такое любовь. И ты, когда родишь только, ты это узнаешь на самом деле. И я так обиделась на нее. Я говорю, да в смысле я не знаю, что такое любовь? Да ты хочешь сказать, что вот я сижу беременна. Ты хочешь сказать, что я этого ребенка не люблю. Знаешь, у меня там понесло вообще. Накрыло. Накрыло. Она такая, ладно, все, я поняла, все любишь, все, все, все в порядке. О боже, как она была права. Ну то есть вот эта бесящая, зудящая фраза, типа родишь, поймешь, это истина в первой инстанции. Никогда женщина, не рожавшая, не поймет рожавшую. Это невозможно. Как ты сейчас организовываешь свою жизнь с ребенком? Трудно. Да, ну вот ты уже сама в любом случае сказала, что в разводе. Как именно вот ты подходишь к тому, чтобы все эти процессы, этапы, кто тебе помогает, нанимаешь ли ты няню? Это очень трудно. Это, мне кажется, та сфера моей жизни, в которой я пока что не преуспела. Но я работаю над этим. Потому что в организации быта ребенка мне бы было проще, вот сейчас, будучи в разводе, мне бы было сильно проще, если бы муж сказал, типа, давай, до свидания, и исчез из горизонта. Я бы, у меня бы не было человека, с которым, с теми интересами и потребностями я все время должна все равно, как ни крути, считаться. Мне бы было проще одной организовывать жизнь ребенка. Но я никогда этого не сделаю. Я никогда не отберу у своей дочери отца. То есть, если это будет его, там, типа, решением, он скажет, там, пока и уйдет закат, я его останавливать не буду. Но мой бывший муж очень любит дочь. То есть, он прям фанат дочки. Он настолько ее любит. Но вот этот процесс организации быта ребенка в паре, в разводе, где хочется сохранить интересы ребенка и позволить ребенку общаться с бабушкой, с дедушкой со стороны моего бывшего мужа, с самим бывшим мужем, удовлетворять ее интересы. Это очень тяжело. Ты разводишься с этим человеком? Я была инициатором развода. Но ты с этим человеком связана вечно. Никогда не наступит такого момента в нашей с ним жизни, когда мы с ним потеряем связь. Даже если мы не будем видеть друг друга 20 лет, мы все равно с ним связаны. Это очень тяжело, но я изо всех сил стараюсь. И для меня это приоритетная задача сейчас. Вот если спрашивать, куда я сейчас инвестирую свое внимание, мое внимание, процентов 40 моей жизни инвестируется в психологическое здоровье моей дочери. Не знаю, насколько я могу, насколько корректно спросить, может быть, о решении о разводе. Я сама приняла решение. Ну, то есть, почему или что этому способствовало? Или, может быть, просто какой-то момент, в котором ты считаешь, что есть какая-то точка, где вот нужно сказать... Вообще решение о разводе зрело два года. И ребенок не потому, что она в этом виновата, а потому, что очень обнажает отношения между мужем и женой. И все то, что вы могли прятать много лет и делать вид, что это неважно, или делать вид, что вы этого не видите, после рождения ребенка прятать невозможно. К сожалению, для меня я вдруг обнаружила, что я замужем за человека, которого я не люблю. И это было очень страшно признать. Самой вот перед собой честно себе сказать, Вероника, ты не любишь этого человека. За что ты с ним так жестоко поступаешь, оставаясь с ним в браке? Ведь это чудовищно. И я поняла, что мне не хватает силы сказать ему об этом. Я пошла к психологу и сказала, здравствуйте, доктор, я хочу развестись, но я хочу это... Во-первых, я хочу быть в этом уверенной, я хочу точно понять, я правда хочу развестись, или мне кажется, что я хочу развестись, и у меня просто какой-то кризис сейчас. Когда я с этим разобралась окончательно и поняла, что да, действительно, я его не люблю, я хочу с ним развестись, я стала работать на тему того, как мне себя к этому подготовить. И полгода я была замужем, муж меня знал о том, что я уже полгода готовлюсь к разводу, и он мне не может это простить. То есть он считает это предательством, он считает, что я за его спиной готовилась к разводу. Но на самом деле я это делала для того, чтобы хотя бы один родитель в паре на момент развода был стабилен, стабилен в отношении ребенка. Потому что когда люди разводятся вот так, вышвыривая вещи в окно, хлопая дверьми, для ребенка это чудовищный стресс. Ну просто это очень жестоко. И последствия этой травмы необратимы. Я не представляю, сколько у тебя силы и вот этого... Ну это трудно, это трудно, потому что ты, когда выходишь замуж, ты все равно надеешься на то, что рядом с тобой будет человек, на которого ты сможешь положиться в любой трудной ситуации. И вот она, трудная ситуация, а ты не можешь на него положиться. Удивительный факт. У меня было много молодых людей в жизни. У меня был там типа гражданский брак. Абсолютно все мои бывшие отличные парни. И мой бывший муж, с которым я прожила 9 лет, отличный человек, классный. Но он просто не моя целевая аудитория. Да, я видела твой разбор в сторисе, но вообще на целевую аудиторию, блин, сейчас, конечно... Это было очень и смешно, и так верно. И про то, что меняется в процессе жизни целевая аудитория и твое УТП в том числе. Он мне очень подходил 9 лет назад. Я очень ему благодарна. Он мне очень много всего... Это и смешно, и грустно. Про это вот изменение. Да. Почему в целом, мне кажется, что о таких историях непростых стоит говорить? Потому что я думаю, что и ты, насколько ты могла упоминать это в Инстаграме, десятки женщин в твоей истории находят какой-то отклик, какой-то опору про то, что это можно, как это прожить. Спасибо, что поделилась еще раз. Потому что для кого-то это точно будет важно услышать. Каждый раз я это слышу. Мой мукой молчать о разводе. То есть я же сообщила об этом только в феврале, а мы разошлись в сентябре. Учитывая твою честность и вот это, я прям... Это было мукой просто. То есть я каждый день хотела об этом людям рассказать, но я этого не делала, потому что я берегла свой ресурс. Потому что сообщая такие вещи... Открываешь все равно какую-то... Да, и люди могут быть очень бережны к тебе, но не подобрать какого-то такого слова, которое... Ну, то есть когда ты открытая рана, лучше... Вообще все вещи, которые вы говорите честно людям в Инстаграме, нужно говорить тогда, когда рана уже затянулась. А не тогда, когда она зияет и кровоточит, потому что это вас может уничтожить. Почему так много я спрашиваю достаточно о блоге, о том, как ты ведешь, как это устроено изнутри? Потому что правильно ли будет сказать, что сейчас ты инфобизнесмен? Да, конечно. Да. И об этой теме тоже хотелось бы поговорить уже отдельно. Начнем с такого более яркого, позитивного. Как ты считаешь, кто здесь добивается успеха? Почему? У кого-то получается, у кого-то нет. Сейчас переломный момент. Вот этот год и следующий – это суперважный, переломный момент на рынке инфобиза. Потому что до этого добивались в инфобизе успеха просто ушлые. Ну, типа кто словил тренд, так, финансовые марафоны. И вот кто сделал первым финансовый марафон, кто сделал первый марафон желаний, кто сделал первый, не знаю, какой-нибудь курс по Инстаграм, тот вот срубил бабла. Но рынок – это динамичная модель, то есть рынок развивается. Как только на рынке появляются люди, которые говорят, так, стоп, хватит продавать говно людям, давайте продавать качественную информацию. Как раз-таки новые лидеры. Новые имена, да, да. Они появляются, они устанавливают новые правила. И когда я запускала свой первый курс Инстаграм «Новые правила», он как раз этому и был посвящен. То есть я был 17-й год, меня воротило просто невероятно от вот этого вот. Я что-то покупала, мне было интересно понять, на каком рынке я планирую играть. Я покупала какие-то лекции там, и у меня было такое, я была столько зла. Типа, вы серьезно это людям продаете? Ты сидишь, ешь шоколадку, шелестишь фольгой в прямом эфире, и ты это людям продаешь, правда? Потому что в моей картине мира обучение – это когда есть преподаватель, у которого есть навыки, структура и метод. И он передает при помощи своего метода структурированно свои навыки. Ну вот это обучение для меня. И когда я уже записывала большой первый курс свой, я поняла, что, блин, да, окей, я не могу сейчас составить конкуренцию там, не знаю, по поп-маркетингу, или я не могу составить конкуренцию недологии какой-нибудь или скиллбоксу, окей, мне плевать. Я буду делать то, во что я верю, а верю я в метод. То есть можно уже вот не называть это инфобиз, а методобиз, знаешь. Мы продаем метод, а не информацию. Это очень важное отличие. И за этим будущее. То есть, скажем так, вот этот какой-то там, кто-то говорит о кризисе, кто-то о чем-то. Все это отношения негативные, инфо-цыганство, это все пошло из-за того, что... Конечно, потому что это было инфо-цыганством. Мне кажется, что, в принципе, тебе должно быть понятно, когда за этим стоит автор, у которого, как ты сказала, свой метод, навыки, опыт, достижения. И когда это просто... Ну, чтобы продать. Ты понимаешь, в том-то и дело, что те ребята, у которых были достижения в их нишах, маркетологи, допустим, упаковывали информацию отвратительно. Там не было метода. Он просто приходил, открывал ноутбук, садился и рассказывал, что знает. Ну, как бы рассказать, что знаю, это не метод. Это... Нет. Это все повальное обвинение в инфо-цыганстве было обоснованным. Потому что, правда, массово продавалось говно, а не информация. Потому что у этого не было метода. А сейчас, посмотри, у нас появились такие люди. Методологи. Методологи в инфобизе. Это о чем говорит? О том, что рынок развивается. Это прекрасно. Это прекрасно. Какими качествами или скиллами, пять, не знаю, перечислим какой-то прям порядок, должен обладать человек, чтобы, хочется сказать, с одной стороны построить свой бизнес, с другой стороны прорваться на рынке. Давай прорваться на рынке. Кто-то будет прорываться на рынке инфобизнеса, кто-то будет прорываться на своем рынке фотографии. В принципе, вот какими? Классный вопрос. Наверное, самое, вот если абстрагироваться от пяти, то это решимость. Просто если в тебе нет решимости, то ты постоянно будешь находиться в позиции, я сижу и жду, когда случится чудо. И вот придет тот самый заказчик или придет тот самый клиент, закажет на миллион долларов, и тогда-то я рванул. Мне просто нужен один классный проект. Это может быть проект, момент, время, человек. Да, все что угодно. И решимость, конечно, это самое, как мне кажется, важное. Второе, я когда училась на курсе по современному искусству, у нас восхитительный был преподаватель Алина Белишкина, и она говорила с нами в контексте потрясающей, как мне кажется, темы, о которой мы крайне редко думаем. Это наше отношение к собственному отношению. Это, мне кажется, супер важное качество предпринимателя, потому что отношение к тому успеху, неуспеху, неудачи, ошибки, к тому, как ты к этому относишься. Ну, типа, я свои ошибки люблю, потому что я через них прошел, это офигенно, я их люблю. И это правильное, как мне кажется, если ты хочешь стать предпринимателем, отношение к отношению. Помимо всего вот этого, да, мне кажется, что это умение рисковать. Ты, когда идешь на рынок, который ты хочешь завоевать, да, и рынок инфобиза, предположим, или свадебный рынок, да, то ты туда, конечно, идешь побеждать. Но когда ты вкладываешь туда там свои 30 тысяч или свои 30 миллионов, ты должен с ними проститься. Ты должен знать, что ты можешь их потерять. То есть, вкладывая деньги в бизнес, ты с ними прощаешься. И не думаешь, что типа, что же я буду делать, если этих денег у меня не будет. Нет. Это очень крутой пример. У меня смешная аналогия на эту тему, знаешь, какая? У меня есть дрон-коптер. Я несколько, много летаю, у меня два дрона было. И на ютубе тоже эта тема очень часто вспоминается. Сколько у тебя это еще будет? Да. И очень важно, вот я так же и говорю, я это ощущение поймала. Я его, когда запускаю, я готова, что он сейчас разобьется и упадет. Я очень реально прям об этом думаю, что да, возможно, это в последний раз. Ох. Вот если ты не готов запускать его, не готов с ним проститься, клади на полку, и пускай он тебе лежит. Твою жизнь наполняют очень многие увлечения. Как ты находишь им место в таком, опять же, графике, в работе? Это и конный спорт, это и, опять же, ты пробуешь новое. Тут яхтинг, тут, значит, теннис, тут еще что-то. Мы уже поняли, что ты любишь все новое. А что еще для тебя в этом кроется, в этих увлечениях? И что для тебя самое важное? Мне тут мой продюсер рассказал забавную историю про мужчину, которого он сейчас тоже запускает. Ну, то есть у моего продюсера, кроме меня, есть еще другие клиенты. И этому мужчине там что-то в районе 45, и он говорит, Вероника, мы не можем с ним согласовать дату вебинара. Я говорю, почему? Он говорит нам, а их большая команда парней, он говорит нам все время, парни, мне некогда, я живу. Это настолько красноречивая история про то, что, ну, типа, я вот, ну, мне некогда, я живу. Ну, то есть, как, я раньше вот искренне вообще этого не понимала, когда давали советы, вот, знаешь, вот это вот в инстаграмчике, советики из инстаграмчика. Рубрика. Рубрика, да, да, не брошенные советики, что сначала вы планируете свой отдых и развлечение, а потом вы туда вписываете свои рабочие задачи. И я, будучи там супердостигатором, там, помешанным на деньгах, такая, типа, в смысле, в смысле вообще вы прикалываетесь? Но сейчас, вот, мой подвестор Кирилл и говорит, Вероника, нам нужна дата вебинара. Я говорю, так, подожди, тут я в Москве, так у меня тот. Он носил, короче, вот есть один день в Новосибирске. Он говорит, хорошо, я понял. Это правда так. Ты никогда не найдешь время на жизнь, пока ты не начнешь ее планировать. Это так же, как организовывать себе радости, досуг и праздники. Нужно их, как это не тупо, но нужно их, ну вот, планировать, организовывать и вкладывать в это силы. Для меня это тоже в свое время было таким, что вот именно, они не случаются с тобой, да, вот эти праздники жизни. Да. А ты их планируешь. Да, крутые вещи в твоей жизни, это не случайность, это правда. И я поняла это через призму отношения к своему дню рождения. Раньше для меня было абсолютной нормой в день рождения, у меня 7 августа день рождения, это свадебный сезон, пойти снимать свадьбу. Ну, в смысле? Я никогда бы не пошла в свой день рождения сегодня. И это было абсолютнейшей нормой вообще. День рождения — это день имени тебя, ну, типа, твой персональный Новый год. И ты, типа, его игнорируешь, не придаешь ему значимости. Ну, как же ты тогда к себе относишься, если день имени тебя для тебя не важен? Как же так? Тоже крутая мысль. И когда я это поняла, это произошло всего два года назад. И теперь это самый главный день в году, и я его отмечаю прям вечеринкой. И, кстати, хочу тебя на него пригласить. Серьезно? Да. Это так приятно. Серьезно? Я прям, ну, я запишу, ты что-то. Видишь, я же приду. Приходи. Я вдруг поняла какой-то важный день для меня. И вот как бы через призму вот этого понимания я поняла, что да не только 7 августа важный день для меня. Для меня в целом вообще все мои дни важные. Ты никогда не найдешь время на себя, если ты себя не любишь. Это как вот ты влюбилась в парня. Вот вы с ним знакомы 3 недели. У вас конфетно-букетный период. Ты все отодвинешь. И учебу. Прикольный пример. И все равно, потому что ты влюбилась. Вот влюбись так же в себя. И ты все отодвинешь, потому что ты влюбилась в себя. Только так можно найти время на теннис, конный спорт и бокс. Что у тебя вот есть так кратенько перечислить? Даже просто интересно. Я не совсем успеваю следить. Ну сейчас это итальянский, теннис, конный спорт, бокс, каждый день утром тренировки, психотерапия активная. У меня был челлендж прям такой очень важный для себя, выделять время для друзей. То есть я прям инициирую встречи с друзьями. То есть я прям пишу «Привет, Лена, давай-ка сверим расписание, где на этой неделе у тебя есть окошко». Она говорит «Среда». Я говорю «Так, у меня есть, сейчас мы тут раздвинем». То есть инвестирую туда время. Потому что я после рождения ребенка через год обнаружила, что я не общаюсь с своими друзьями вообще. Я позвонила своей подруге Лене и Наташе. Я прям искренне попросила их со мной встретиться. И мы гуляли часов пять, наверное, и я все пять часов рыдала. Потому что я просто, мне было очень жаль, что я чуть не потеряла своих ближайших подруг. Они меня приняли, простили, сказали, мы очень рады, что ты вернулась, давай дружить снова. Это важно. Это мне так настолько тоже безумно откликается. Когда такой смешной для меня вот был момент осознать, что вообще-то нужно это тоже в это вкладывать силы, время и инициировать это. Как ты сказала, выделять время, расписание, как вот на работу, почему-то с этим ок, а вот тут не ок. И это не приоритет. Тогда глобальный вопрос. Типа, что для тебя вообще приоритет? Если ты не можешь расставить приоритеты в пользу себя, что тогда для тебя приоритет? И очень многие люди в ответ на этот вопрос, и я из их числа тоже, в приоритет ставят одобрение других людей. Типа, для меня приоритет — это одобрение. Типа, быть социально одобряемой персоной. Конструкция быть социально одобряемым человеком, очень многим из нас, она насильно привита родителями. Ну, типа, а что подумают соседи, да, вот эта вся конструкция. Она, конечно, очень раздражает. Это нужно иметь очень большую смелость и проделать очень большой путь для того, чтобы перестать быть социально одобряемой и стать одобряемой для самой себя. Типа, мне в приоритете то, что одобряю я, а не то, что одобряют другие. Это очень трудная работа. Удовольствие в пути — самый главный смысл жизни. Вероника, позволь добавить ко всем качествам, которые ты перечислила, еще одно. Это, на мой взгляд, постоянное саморазвитие. Ты никогда, ты уже конкретно лично про тебя говоришь, что ты никогда не останавливаешься все время в какие-то новые сферы, новые смыслы, новое обучение, новые эксперименты. Как ты подходишь вообще к этому вопросу осознанно, что так, мне нужно прокачать тот-то скилл или тот-то, или просто чувствуешь потребность? Вообще прокачка скиллов — это не только даже в разрезе предпринимательства важная вещь. Это в целом вообще, если человек перестает получать какие-то новые опыты в своей жизни, то он, на мой взгляд, скромный, деградирует. Потому что жизнь — это движение, и если ты не движешься в своем развитии, то куда тогда ты движешься? Вопрос. Не сказала бы, что у меня есть какой-то рецепт или алгоритм, по которому я все время хожу. Но, например, если я чувствую потребность масштабирования через команду, то я иду и учусь командообразованию и делегированию. Это логичное, нормальное, если не сказать очевидное действие, которое я должна совершить. Но есть ведь еще просто жизнь, которая помимо нашей работы, я знаю, что она не у всех есть, но у меня, слава богу, есть. Кроме работы есть еще и жизнь. И мне нравится… Ясканер — это человек, который любит пробовать новое. Это создает новые нейронные связи. На прошлой неделе я была на первой в своей жизни тренировке по яхтингу. И мне очень понравилось. Я никогда в жизни не буду заниматься яхтингом. Я вряд ли поеду на какую-нибудь яхтинную регатуру. Не, ну может быть. Но глобально у меня такой цели нет. И у меня была цель попробовать. Опыт ради нового опыта для меня имеет очень большое значение. Если я этого не делаю, вот как только я прекращаю пробовать новое, я сразу грущу прям. То есть у меня прям, по мне это прям видно, что я такая сразу хмурная какая-то. Что-то меня в жизни ничего не радует. Что-то я вот как-то… Благодаря тому, что я вкладывалась в развитие собственного мышления и в личность свою, мне уже сейчас доступен такой инструмент, как обретение каких-то интересных смыслов, когда ты пробуешь новое, и перенесение этих смыслов уже на свой бизнес. У тебя этого, правда, очень много, очень интересно. Ну это такой вот, да, уже сейчас на этом уровне я нахожусь. Не скажу, что это что-то выдающееся, и все успешные люди на самом деле умеют это делать. Но для меня это вот пока что новый опыт. То есть я сейчас получила наконец-то доступ к тому, чтобы пользоваться теми нейронными связями, которые у меня возникают во время занятия яхтингом в работе. И это любопытный опыт. Какой-то пример можешь привести, как связаны, вот какие-то, казалось бы, абсолютно… Несвязанные вещи. Да, разные сферы. И как ты это переносишь потом в бизнес? Ну вот, раз уж мы заговорили про яхтинг, на тренировке по яхтингу у нас только капитан, опытный яхтсмен. И он выходит в открытое море, в Финский залив, с пятью девушками. Никто из них, кроме одной, никогда не был на яхте спортивной. Это ведь риск. Как предприниматель, который строит бизнес с неопытными сотрудниками. И он настолько безоговорочно уверен в том, что ничего не случится, и что ты просто влюбляешься в это. Типа, серьезно, ты не боишься? Пару раз у нас прям вот так наклонилась, что я прям… Это яхта. Пять девочек. У каждой девочки есть своя работа. У каждой есть своя ответственность. Перед тем, как выйти в море с нами, он четко каждый обозначил. Ты ответственна вот за это. Если ты этого не сделаешь, то вот такие будут последствия. Ведь это про управление бизнесом. Это про команда образования. Когда мы берем людей к себе на работу, мы должны сказать, вот это твоя работа, и если ты этого не сделаешь, вот такие будут последствия. Мы очень часто, кстати, этого не делаем. Мы разговариваем. Мы очень часто не доносим для наших сотрудников, какие будут последствия в случае, если они не выполняют свою работу хорошо. И я когда вот на этой яхте там находилась, я прям офигевала от того, какой этот человек восхитительный руководитель. Круто. Руководить в открытой воде пятью неопытными барышнями. Большую часть времени он вообще ничего не делал. Он просто говорил нам, что делать. Идеальный предприниматель. Ну, идеальный. Ну и в целом ты в этом видишь в развитии своей личности, как сказать, какой-то, не знаю, самый большой потенциал. Что это для тебя? Почему тебе это так вот важно, необходимо постоянно что-то пробовать? Мне кажется, это вообще в целом единственное, что имеет смысл. Ну, типа, а зачем ты живешь? Я живу для того, чтобы развиваться. Это смысл моей жизни. Ты вот, да, идешь вперед, вот к чему-то стремишься и там где-то не получается, недооцениваешь, вот здесь есть какие-то переживания, что из всего мало. Вот знаешь, ты тоже со мной стремишься развиваться, а с другой стороны мало-мало-мало-мало и удовлетворения, и счастья, не знаю, иногда нет. В моменты, вот, как мне кажется, самое важное во всем этом, сосредоточиться на том, чтобы позволить себе фрустрировать, например, ну, зачем-то же эта опция нашему организму дана, зачем-то же природа в нас заложила, например, страх, чтобы мы боялись. Зачем-то он мне нужен сейчас, зачем? Секрет в каком-то кайфе и удовольствии. Ну, мне хочется так в это верить, я не знаю, может быть, я заблуждаюсь. Я убедилась в том, что для меня лично достижение цели работает только в том случае, если я кайфую в пути. Если сам процесс, вот сама дорога к этой цели меня не вдохновляет и не мотивирует, то я тогда зачем туда иду? Я не очень понимаю. И мне кажется, вполне логично в таком случае прокрастинация. Но организм такой говорит, типа, слышь, ну, это не прикольно, тебе не прикольно, никому не прикольно, зачем мы туда идем? Давай лучше полежим, книжку почитаем. У меня такое ощущение, ну, наверное, не только у меня, у зрителей тоже будет такое ощущение, что я поговорила... Нет, не то, чтобы я поговорила с психологом, нет, а поговорила с очень принимающим себя человеком. Прокачанным, как это сейчас говорят. У нас очень философско-глубокая беседа, у меня столько мыслей, я сейчас пойду их думать дальше, еще после беседы, за что тебе огромное спасибо. Ты вот как считаешь, что ты к этому мировоззрению, к этому мышлению пришла постепенно за счет чего? Это путь однозначно, я его иду, я еще никуда не пришла. Максимума нет, мы помним, да? Да, и имеет смысл развитие только в том случае, если ты видишь в этом смысл. Это звучит как тавтология, но если задуматься, то мы сами наделяем смыслами всю нашу жизнь. Для кого-то там имеет смысл у тебя потрясающее брендовое украшение, для кого-то имеет смысл надеть красивое брендовое украшение от того бренда, чью философию ты разделяешь, и тебе оно нравится. А кто-то думает, типа, зачем? Смыслы — это очень тонкая такая материя, с которой мне суперинтересно работать и в маркетинге в том числе, и вообще в моей жизни. Но вот только смыслы имеют смысл. Мы сами решаем, что для нас имеет смысл, а что нет. И для меня имеет смысл развитие. Мне хочется быть более сложной с точки зрения организации внутреннего мира личностью. Мне это интересно. Я вижу в этом для себя смысл. И мне очень хочется в своей жизни окружать себя и впускать вообще в свое пространство и жизнь только тех людей, с кем у нас ценности совпадают. Это очень кропотливая работа — выбирать людей. которым ты позволишь повлиять на тебя и на твою жизнь. Ведь каждый человек, который рядом с тобой, он влияет на твою жизнь, хочет ты этого или нет. Но ты можешь выбрать этих людей. Ты можешь выбрать тех, кто повлияет на тебя. И это очень кропотливый труд. И дальше ты уже движешься туда, куда тебе нужно. Но ты не можешь двигаться, куда тебе нужно, если ты не знаешь, куда. Ни один ветер не будет вам попутным, если вы не знаете, куда плывет ваш корабль. Поэтому сейчас у меня такой период в жизни, когда поднять паруса и полный вперед. У нас получилось такое, да, очень много действительно вот таком психологическом, как ты говоришь, да, вперед-вперед-вперед, но с другой стороны, даже глядя на твой блог, очень много в нем и в работе есть и бизнеса, денег, энергии, зарабатывания. Это как раз может быть про Веронику в пиджаке и Веронику в снежинку. Потому что, мне кажется, сейчас мы очень много узнали вот этой, да, как раз внутренней составляющей. А есть же еще при этом все какие-то, как я вижу у тебя, и амбиции, достижения, запуски, сделать больше, больше денег, больше достижений. Как в этой стороне ты себя проявляешь? Во-первых, я не очень разделяю эти вещи, потому что, ну, типа, когда я там делаю очередные 5 миллионов, мне очень в этом хорошо. Ну, типа, там все те же смыслы, там все те же принципы выбирать людей, с которыми ты идешь, там и все такое. И для меня это важно. Но когда мы говорим о бизнес-амбициях, о достижениях тех целей, которые хочется достигнуть, это азарт. Такой экологичный для меня азарт. То есть не азарт в плане, там, игровых автоматов, знаешь. Это наркотик. Мне очень нравится ставить себе очередную амбициозную финансовую цель, и ее достигать. Мне очень это нравится. Я обожаю деньги. Я вообще себе не представляю жизни без денег. Может быть, когда-нибудь я буду монах, который продал свой Феррари, но явно не сейчас. Вот явно не сейчас. Вероника, какое у тебя есть, может быть, самое главное дело, которое ты хочешь сделать в этом году? У меня есть одна благотворительная идея, совершенно случайно захватившая мой мозг. Я вообще никому еще об этом не рассказывала. Но в этом году со мной связались с ребятами, попросили просто информационной поддержки, на самом деле. Из моего родного города они занимаются помощью детям из детских домов, которым исполнилось 18 лет. Потому что это абсолютно неприспособленные к жизни люди, которые понятия не имеют, как зарабатывать деньги, как ими пользоваться. И они одиноки, им некуда пойти. И 9 из 10 из них скатываются в какое-то маргинальное поведение. И нашлись ребята, которые занялись этим вопросом в моем родном городе. Там проект «Наставничество». Наставничество, то есть ты, будучи взрослой, состоявшейся личностью, берешь себе в наставники... Подопечный. Подопечный, да. Подростка предвыпускного возраста, 17-18 лет. Помогаешь ему, потом он выпускается из детского дома, и ты для него... Ну, не в смысле, что он у тебя живет, а в смысле, что ты с ним разговариваешь, звонишь ему. Вы общаетесь, встречаетесь. Меня очень это зацепило. Меня всегда обеспокоила тема, как я могу помочь нашему обществу стать экологичней. Типа, как бы пафосно это сейчас не звучало, но типа, как я могу помочь России? Вот я одна, вот я есть. Вот есть мой мозг, вот есть мои деньги, вот есть мое дело. Как я могу помочь России? И вдруг я... Или у меня никогда не было ответа на этот вопрос. И вдруг я увидела, как я могу помочь. Мне хочется сделать что-то в рамках того, что я могу, да, я могу помочь диджиталом. Мне очень близка позиция ребят-кружок. Если ты видела, у Дудя прекрасное есть видео о них. Они ездят в провинцию обучать сельских детей диджиталу. И я подумала о том, что, может быть, я могу сделать что-то для ребят, которые сейчас выпускаются из детских домов, и дать им возможность получить какую-то диджитал профессию. И сейчас я вот в процессе формирования этого продукта. Он, естественно, будет бесплатный. Понятно, что это будет какая-то программа. И, в общем, мне хочется в эту сторону работать. Это для меня суперновый опыт. Я вообще не уверена в том, что у меня это получится. Но я просто хочу попробовать. Мне настолько эта идея сейчас зажгла. Я бы очень, если есть возможность, я бы тебя поддержала. На каких, возможно, уровнях. Или хотя бы информационно, или так. Потому что мне очень откликается про то, насколько важно в юном возрасте попасть или не попасть в окружение. И я могу сказать сейчас с огромной благодарностью и нескромно, что мне гигантски повезло попасть в окружение людей, преподавателей, учителей, которые заложили в меня, не знаю, там 80% тех ценностей и каких-то этих убеждений. И, знаешь, там наш девиз класса был «Никто, кроме нас». Вот мы вот считали, что мы что-то вот можем. И с этим я и живу вот уже мне сколько, да, почти даже скоро 30 лет. И я сейчас понимаю, насколько было важно в тот момент мне это услышать. И как кому-то сейчас важно наш какой-то пример, или кто-то, чтобы взрослый сказал. Ребята, традиционный наш конкурс. Я надеюсь, что вы его уже ждете. У вас есть еще один шанс забрать бокс. И сегодня в него мы вложим книгу, которую принесла Вероника. Вероник, что это и почему? Это моя самая любимая книга. И я всегда плачу, когда я о ней говорю. Я надеюсь, что все с этого не произойдет. Я надеюсь, произойдет. Ты мне все время спрашивала про момент, когда ты начинаешь верить в себя. И я поверила в себя после того, как я прочитала эту книгу. Это мой первый психотерапевт. У меня тогда не было денег на терапию, конечно же. Вот. И зачем я ее взяла? Надо было что-нибудь по маркетингу принести. Я бы тогда не рыдала. Это художественная литература. Она не имеет отношения к маркетингу. Книга называется «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах ее написал. Если кто-то из вас сейчас находится в той точке, в которой вы не понимаете, откуда можно взять веру в себя. И что вообще может стать почвой для того, чтобы поверить, что вы в чем-то хороши. Что вы хороший человек. Что вы достойны любви и так далее. Вот начните с этой книги. Я очень хорошо помню этот момент, когда я ее закрыла. Когда я ее дочитала. Я ее прочитала за один день. И я ее закрыла. И мне было 17. И я поняла, что я никогда больше с этой секундой не буду прежней. Мы часто смотрим на каких-нибудь историй. Типа вот какой-нибудь миллионер. Он вырос в трущобах в Индии. Добился. И теперь он руководит Амазоном, Гуглом. Меня это не мотивирует. И я знаю алгоритм, как он к этому пришел. А история Джонатана Чайки – это история без алгоритма. Он пришел к тому, к чему пришел, потому что захотел. Это про то, что ты можешь все, если ты хочешь. На хрена я делась с собой другую? Вероника, ты вообще такая настоящая. А я не рассчитывала, что я буду здесь рыдать еще и вот так. Мне кажется, это накопительный эффект. После всего интервью. Потому что так много было моментов, в которых уже можно было. У тебя все в конце переполнился, нет? Нет, я все интервью не собиралась с собой делать. А я собиралась просто уже давно. А, ты давно? Ну, я как бы именно в какие-то моменты, когда я рассказывала, мне казалось, что вот оно. Как ты так об этом спокойно говоришь? Нет, я обо всем могу говорить спокойно, кроме этой книжки. Я надеюсь, что она попадет к достойному человеку в руки. И как же мы определим этого человека? Традиционно мы зададим небольшое задание. Да, дадим какой-то ответ на вопрос, который нужно писать в комментариях. Вероника, что это будет? Раз уж я маркетолог, и это, мне кажется, было бы очень логичным, дать какое-то задание по маркетингу. И раз уж я педагог, то я дам такое задание, которое мне будет интересно проверять. Я же потом должна будет все читать. Да, ты будешь выбирать. Да, поэтому я решила, что я попрошу вас рассказать о своем бизнесе, о своем проекте, о своем хобби, не знаю, короче, прорекламировать то, чем вы занимаетесь. Если вы вяжете шапки, расскажите, почему ваши шапки самые лучшие. Если вы печете торты, расскажите, почему ваши торты самые лучшие. Обязательно прикрепите ссылку на ваш инстаграм или сайт. Не стесняйтесь. Чем больше, тем лучше. Хвалите обязательно себя и прямо вот рассказывайте о своем УТП. В чем силен ваш продукт? Если вдруг у вас бизнеса еще нет, вы не предприниматель, расскажите просто про себя. В чем вы хороши? Может быть, вы, не знаю, парня себе ищете. Расскажите, почему вы хорошая невеста. Или наоборот, если вы мужчина, чем вы хороши? Почему я вот свободная женщина? Почему я должна вас выбрать? Ну, в общем, мы нацелены на бизнес. Но если бизнеса нет, то покреативьте и проявите фантазию. Тоже, может быть, это будет чем-то очень любопытным. И еще у меня есть последнее, что мы еще вкладываем в наш бокс. Это частичка. Прямо с нашего интервью мы сейчас сделаем фотографию на Polaroid. Да, я думала, клок волоса режете мне. Можно клок волос тоже положить. Мы делаем фотографию прямо из студии, прямо в моменте. И ее подписываем, ее кладем. И представляешь, частичка из нашей беседы улетит тоже кому-то. Давайте. Оп, оп. Ты знаешь, а вот в эту смотрень, да, внизу зеркало, видишь? А, точно. Продолжение следует.